Мне попались стихи Амара Хайяма, но перевод не устроил, поэтому я сам его стал переводить. И этот перевод хочу и сейчас почитать. Амара Хайяма Вино и женщины все грех нам говорят. И это убедительно на первый взгляд. Но в ад послать из-за вина и женщин тогда в раю не будет никого, конечно. Бездумно я не пил, пока не дали мне бокал, вина, настойного из горечи и бед. В солонку хлеб я не макал, пока не стал я стар и сет. Пока я сердце не обжег огнем, что мне завистник дал. Благородство и подлость, смелость и страх. Все готово расти в наших душах, в телах. Не исправить, что было у предков твоих в попыхах. Вот урок, что дает нам великий Аллах. Богатством никогда не заменить ума. Но и неимущему, и рай земной, печальная тюрьма. Фиалка, грустная, лицо склонит, она бедна. А роза улыбается, богачка ведь она. Наверное, в этот мир мы вновь не попадем. Да и за гробом там своих друзей мы не найдем. Давайте веселиться здесь, пока мы живы. Наступит день, мы все навек уйдем. Пусть отведут для жизни триста лет, Насыть им сели, да нет, пожалуй, нет. Хоть и халиф, хоть бадишах, Хоть нищий, у всех в гробу будет затерян след. Будь милосердна жизнь, мой вина черпи, Насколько можно пробовать без души и лыжи вино. Довольно, хватит наливать мне черти. Мне до смерти уж надоело так оно. Взывают в кельях и в мечетях и в церквах Простить грехи и давит ада страх. Но тот, кто понял тайну мира, Этот сорняк забыл с улыбкой на устах. А было ли начало мироздания? Как много тайн во всех мирах, Хоть много мудрецов искали знания С улыбкой тайна у Аллаха на устах. Когда мысль на небесном коне полетела, Когда звезды созвездия обрели имена, Когда все объяснили, как душа бы хотела, Усомнились в себе, охмелев от такого вина. В молитве и посте, конечно, хорошо Освобождение найти от всех грехов. Но вот забыв про мгновение, Я так бестолков еще в вина хлебнул И много сил нашел. Трава, цветы, ручей, весна кругом, Вот девушка, у ней кувшин с вином. Прекрасен мир о вечном лишней думали, Предвечным заявил бы я щенком. В час, когда свой наряд фиалка оденет, Да и ветер в сад по весне прилетит, Тот, пред кем дева накидки разденет, Пригубив, будет сам, как чаша, А камни разбит. В этом мире везде и всегда Решал лишь задачи. Я без них не прожил ни дня. Я всю жизнь их решаю. Но что это значит, Когда вдруг бунтарем Называют меня? Венец царя, Корону Багдыхана, Челму почтенную И дорогой тюрбан бы заодно Я б за стихи отдал, Как это вам не странно. И четкие молитвы из-под палки За бокал с вином. Вино, таинственный рубин, Кувшин рудник, Бокал как суть Для утоления жажды И ручей возник. Закончен в чаше винограда Путь, и что же? Пусть там кровь и слезы, Там виноградных ягод, Грусть. Эх, виночерпи, Подай мне кувшин, Я сегодня, как видишь, Один. Освежить надо в жилах Мне кровь. В лучший мир друг ушел И куда-то в любовь. Я создан хозяином рая Или ада. Спорить долго, возможно, Но лучше не надо. Все смягчат и любовь, И вино, И людь не со мною. Ну, а вам это, как моего Завещание, награда. Я, как солнце, Осветить этот мир Не могу. В замок тайн у Аллаха Дверь открыть Не могу. В море мыслей Нашел я жемчужину Смысла. Но Сверыть ее жалко Завещаю врагу. Водой небытия Мой дух был оживлен. Любовью и страданием Зажжен. Я ветром По углам Летал Вселенной. В могиле Неизменно Кончится Мой сон. Амар Хаям Нишапури Выражение Выражение Сгорода Нишапура Харасане Ныне Это Иранская провинция Харасан-Ризави Амар был Сыном Палаточника Также у него была Младшая сестра Аиша В 8 лет Глубоко Занимался Математикой Астрономией Философией В 12 лет Амар Стал учеником Нишапурского Медресе Он блестяще Закончил курс По мусульманскому Праву И медицине Получив Квалификацию Хакима То есть врача Но Медицинская практика Мало интересовала Амара Он изучал Зачинения Известного Математика Астронома Сабита Ибн Куры Труды Греческих Математиков Но В детство Хаяма Пришлось На жесткий Перил Сельджук Завоевание Центральной Азии Погибло Множество Людей В том числе Значительная Часть Ученых Позже В предисловии К своей алгебре Аям Напишет Горькие слова Мы были Свидетелями Гибели Ученых От которых Осталась Небольшая Многострадальная Кучка Людей Суровость Судьбы В эти времена Препятствует Им Всецело Отдаться Совершенствую И углублению Своей науки Большая часть Тех Которые В настоящее время Имеют Вид Ученых Одевают Истину Ложи Не выходя В науки За пределы Подделки И лицемерия И если они Встречают Человека Отличающегося Тем Что он Ищет Истину И любит Правду Старается Отвергнуть Ложь И лицемерие И отказаться От хвостоства И обмана Они делают Его Предметом Своего Презрения И Насмешек Презрения 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 КОНЕЦ КОНЕЦ